На юге Армянского Нагоря в результате объединения нескольких местных племен образовался племенной союз Уруатри. В XIII веке до Рождества Христа в результате вторжения ассирийцев страна была разрушена и разграблена. Через два века Уруатри восстанавливают свои силы и в IX веке до Рождества Христа в бассейне озера Ван возникает прочное политическое объединение государства Урарту. Нужно сказать, что такое название они получили от ассирийцев. Сами они называли свою страну Бьяйнили, образовавшееся в бассейне озера Ван государство называют Ванским или Араратским царством, а жителей – Урартийцами или Араратцами. На Бехистуйской скале Дарий I на трех языках – Эламском, Акадском и Персидском – перечисляют те страны, среди которых на двух языках называют Армению, на одном – вместо Армении называют Урарту. Это служит твердым доказательством тождественности Армении и государства Урарту. Поначалу Урарту или Араратское царство было небольшим государством, с трудом сдерживающим натиск соседней Осидии. Усилившись, цари Ванского царства приступили к завоеваниям и создали одно из сильнейших государств Древнего мира, объединив под своей властью большую часть Армянского Нагоря. Но все по порядку. Начиная с 859 года до Рождества Христа в ассирийских надписях упоминается имя первого царя Урарту – Араме. При нем границы Ванского царства охватывали бассейн озера Ван и примыкавшие к нему с юго-запада верховья реки Арадзани. Судя по ассирийским надписям, царю Араме пришлось противостоять сильнейшему натиску со стороны ассирийской державы. Вторым из известных царей Ванского царства является Сардурий I. Арадская надпись, оставленная Сардурием I и составленная на ассирийском языке, говорит о строительстве стен столицы Урарту – города Тушпа. Хотя, по археологическим данным, он существовал куда раньше IX века до Рождества Христа. Это первый дошедший до нас письменный документ Арарадского царства, в котором Сардурий I именует себя великим царем, царем вселенной, царем царей. Преемником Сардурия I стал царь Ишпуини, правивший с 825 по 810 годы до Рождества Христа. Его сменяет на престоле царь Менуа, при котором начинается эпоха преобладания Урарту в Передней Азии. Менуа продолжил успешные действия своего отца в направлении Осирии. Надо отметить, что, собственно, в правлении Менуа Арарадское царство не особо воевало с Осирией. Менуа действовал в других направлениях. Он много строил и заключал мир с Осирией. Военная экспансия Урарту развивалась и на западном направлении. Они также завоевывают области, отстоящие к западу от Вана и называемые Арарадцами Урме, то есть Торон и Архи. На северном направлении Менуа доходит до реки Аракс и на северных склонах горы Аррат основывает город, названный Менуахи Нили. Продолжив поход в западном направлении, Менуа достигает берегов реки Ефрат и захватывает Цупа, то есть Цопк, и Мелит, то есть Малатья. В состав населения Урарту входили протоармянские племена, которые объединились в несколько мощных областей Ванского царства и принимали активное участие в политической и экономической жизни страны. Десятки сохранившихся клинописных надписей сообщают о строительстве крепостей как в центральных районах, так и на окраинах Ванского царства. При Менуа завершается строительство оборонительных сооружений столицы государства Арратцев, города Тушпа. Особое внимание цари Урарту обращали на создание ирригационной системы, позволявшей расширить пассивные площади и развить садоводчество. При царе Менуа был проведен километровый ароситенный канал, снабжавший водой столицу Арратского царства, город Тушпа. Канал сохранился до нашего времени. На каменных стенах канала Менуа сохранилось 14 арратских надписей. Во время правления царя Менуа Ванское царство становится сильнейшим государством в Передней Азии. При сыне и преемнике Менуа, царе Аргишти I, могущество Урарту продолжало расти. Совершив поход вдоль реки Эфрат и укрепив западные границы, Аргишти I возвращается в Тушпу с большой добычей и множеством пленных. Подавив восстание в армянском Урме и в так называемой долине пастухов, Аргишти I разграбил эти области и захватил большое количество пленных. Вскоре он перешел реку Аракс и захватил Арратскую долину, где по его воле были построены два города. В 782 году до Рождества Христа Аргишти I основал город Эребуни для могущества страны Биайнили, для усмирения вражеских стран, гласит царская надпись, сохранившаяся до нашего времени. По воле царя Аргишти 16 тысяч армянских воинов с семьями были поселены в Эребуни. Через несколько лет после этого в Арратской долине был основан город, названный по имени царя Аргишти Хинили. Административный и культовый центр северных провинций Урарту Аргишти Хинили впоследствии был переименован в Армавир и стал столицей армянского царства. Укрепившись в Арратской долине, Аргишти I продолжил военный натиск на север в направлении озера Сиван в сторону Ширака и Дьяухи, то есть Тайка. Могущественный сосед Арратского царства Осирия не смогла противостоять натиску царя Аргишти I в военных столкновениях в районе озера Урме. В середине восьмого века до Рождества Христа Урарту находилась в зените своего могущества. Царь Урарту Сардурий II продолжил завоевание своего отца Аргишти I. Совершив ряд походов вдоль региа Хурян в сторону Ширака, он вывез огромную добычу и пригнал огромное количество пленных. Пройдя походом вдоль западного побережья озера Сиван, Сардурий II захватил страну Великухи. Обойдя Осирию, царь Урарту двинулся на юг в сторону Вавилона, после чего в восточном направлении присоединил к своему царству Прикаспийские районы. Совершив поход в страну Урме, Сардурий II в третий раз после Минуэ и Аргишти I вторгся в страну Урме, упорно сопротивлявшейся Арратской экспансии. Разрушив 11 крепостей, захватив большую добычу 10 тысяч пленных, Сардурий II вернулся в столицу. Однако, трем могущественным царям Урарту не удалось сломить дух непокорных жителей Урме. Для укрепления позиций Ванского царства Сардурий совершил поход на запад, на царство Мелит, заставив его платить большую дань. Усиление Осирии, переживавший на тот момент подъем в результате реформы царя Теглад-Паласара III, требовало мобилизации всех сил Урарту против могущественного соседа. В 743 году мощная армия царя Осирии Теглад-Паласара III, разгромив войска Сардури II, вторглась в Анское царство. Теглад-Паласар III пересек Урарту с запада на восток, разграбив страну. Осирийцы осадили столицу Арратского царства Тушпу. Не сумев взять мощную цитадель, Теглад-Паласар III, разрушив город, ушел в Осирию. Нашествие осирийцев нанесло Урарту большой ущерб. При преемнике с Артуре II царе Русе I страна стала восстанавливаться. Вместо разрушенной Тушпы Руса I строит новую столицу, назвав ее Русахинили. По побережью озера Сиван были основаны мощные крепости. В военном походе к востоку от Сивана до впадения реки Аракс-Куру Руса I завоевал 19 стран. Однако на этом успехи царя Русы I завершились. В 714 году до Рождества Христа Ванское царство подверглось опустошительному вторжению осирийских войск. Царь Осирии Саргон II прошел с армии по центральным районам Урарту, уничтожая все на своем пути, сжигая поселения, вырубая сады. На обратном пути Саргон II вторгся в союзное с Араратским царством Мусасир, разграбил его столицу. Осирийцы разрушили и опустошили знаменитый храм Бога Халди. Это было последнее военное столкновение между Урарту и Осирией. До конца VII века до Рождества Христа отношения Осирии и Иванского царства больше не обострялись. Вторжение с Кавказского хребта воинских племен кемерийцев вынудило обе стороны бороться против общего врага. Урарским царям удалось остановить продвижение кемерийцев на южном направлении. Обосновавшись на западе в Каппадокии, кемерийцы совершали набеги на Осирию. Кстати, армяне в связи с этим называют этот регион Гамирк, куда вторгались кемерийцы, а также другой город Кумайри, от которого и произошло название города Гюмри. Это два направления, по которым кемерийцы вторгались в Армению, ассимилируясь с местным населением. В VII веке до Рождества Христа кемерийцев сменили новые враги – многочисленные и воинственные скифские племена. Последним известным царем Араратского царства периода могущества Урарту является Руса II, царствовавший с 685 по 645 года до н.э. При нем развернулось широкое строительство Вани и Араратской долины. На территории современного Еревана на холме Кармирглур была возникнута крепость Тайшебаини – важный экономический центр северных областей Урарту. Скифские племена представляли серьезную угрозу для Ванского царства, хотя некоторое время между скифами и урартийцами существовали дружественные отношения. После Русы II на престоле Ванского царства сменилось несколько царей, однако сведений о военной активности Урарту в этот период не сохранилось. Цари Араратского царства контролировали лишь восточные территории своего государства. В западных областях бывшего Ванского царства возникло армянское государственное образование во главе с царем Паруином. В 580-е годы до Рождества Христа Урарту пережило упадок и возродилось в новом виде. В Библии мы читаем, как пророк Иеремия вызывает к войскам Араратским и Ашкенатским. Царь Дарий именует Армению в бехистунской надписи, в котором сам текст на трех языках показывает, что для Дария Армения – это Урарту. После 580-х годов Урарту перестало быть ведущей державой и явно был спад, но государство не исчезло, а начало приобретать новые черты, преобразившись в княжество и царство Ервандуни, которое дальнейшим станет царством Арташесилов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Будем благодарны за вашу подписку, за ваши лайки и за комментарии. А если у вас возникло желание поддержать наш проект, то ссылки в описании. Субтитры подогнал «Симон»